Здравствуйте, уважаемые зрители! Время баскетбола. На нашем канале добро пожаловать в универсальный спортивный комплекс ЦСКА, где всё готово к началу второго матча финальной серии. Чемпионат России по баскетболу между ЦСКА и баскетбольным клубом «Химки». Ваш комментатор Роман Скворцов. Ну и представляем судей Владимир Дадугин. Главный арбитр. Ему помогают Наиль Саидгалеев и Сергей Круг. Та же самая судейская бригада обслуживала и вчерашний поединок между этими соперниками, который завершился победой ЦСКА со счётом 97-76. Что сказать по первому матчу? По первому матчу можно сказать то, что армейцы лучше подготовились к финалу, в первую очередь физически. Очень утомлённой вчера выглядела подмосковная команда. Где-то она не добегала, где-то чуть-чуть не допрыгивала, где-то чуть-чуть не дорабатывала в защите, где-то чуть-чуть не дорабатывала при отскоке. И вот сумма всех этих «чуть-чуть» в итоге вылилась в 21 очко преимущества ЦСКА. Димки умудрились проиграть матч, попав против ЦСКА с игры 50% бросков. Это великолепный показатель, но с другой стороны крайне несостоятельно выглядела вчера химкинская оборона. И опять же причина не в том, что уж как-то чересчур метко атаковали армейцы. Нет, они атаковали практически в тренировочном режиме всю первую половину. И собственным мастерам высокого уровня промахнуться без сопротивления довольно сложно. Ну а во втором вроде бы удалось уязвить армейское нападение гостям, но тем не менее и их атака в свою очередь начала прихрамывать. Ну не на обе ноги, но на одну-то совершенно точно. И в итоге получилось то, что получилось. Конечно же, есть здесь объективные причины. Явный некомплект подмосковная команда испытывает. Девять баскетболистов заявки. Алексей Савков вчера не играл и восьмером пришлось сражаться. Химчанам по-прежнему травмированы Раннико и Уилкинсон. По-прежнему дисквалифицированы Юинг и Шапалкин. Но с другой стороны, принимая во внимание травмированных здесь Раннико и Уилкинсона, вдвоем состав включить нельзя из-за лимита на легионеров. Но в любом случае, конечно же, тяжело Антону Панкрашову в одиночку противостоять мощной задней линии армейской команды. Телеканал «Спорт» представляет второй матч финальной серии чемпионата России по баскетболу между ЦСКА и подмосковными Химками. Несколько минут остается до начала этого поединка. Ну и в стартовой пятерке команд уже определены. И ждем мы, пока появятся они на площадке. Но, думается, не будет никаких особых перестановок в старте у армейцев. Вчера великолепный стартовый отрезок. Как раз пятеро смелых начинавших встречу провели. И поэтому нет резона этой миссии ничего-то менять. Итак, по традиции принято начинать с гостей. Но пока там кистуть из Кимзура со своей пятеркой игроков определяется. Мы не видим, кто появится на паркете. Впрочем, сейчас мы уже видим. Итак, на позиции разыгрывающего. Антон Панкрашов, который сражался вчера, как обычно, страстно. Но, тем не менее, все-таки в одиночку тяжело ему было вытащить свою команду. Восемь очков набрал Антон. Но для разыгрывающего не это. Главное мерило полезности. Четыре голевые передачи раздал партнерам. Три было после первой половины, лишь одна во втором. И четыре потери при этом. То есть коэффициент соотношения потерь передач не самый лучший. Но для сравнения у Павлукаса шесть результативных передач в вчерашнем поединке. И лишь одна потеря. Итак, Антон Панкрашов, номер восемнадцатый, под седьмым. Виталий Фридзон, под тридцатым Маций Лампе, под двадцать первым Келли Маккарти. И на позиции центрового, тридцать третий Бёрк. Одно изменение. Бёрк выходит вместо Маккарти. Нет, изменений даже два. И Виталий Фридзон в стартовой пятёрке заменяет Клея Такера, который, да, забил вчера 15 очков. Но, тем не менее, после первой половины, в которой, в общем, многие вопросы были сняты с повестки дня, Клей Такер набрал очка два, ну, может быть, четыре от силы. Итак, стартовая пятёрка ЦСКА. Давно обещанная. Джон Роберт Холден десятый, Рамон Шишкаускус девятый. Виктор Хряпа, тридцать первый, двадцать первый Траджин Лэнгдон. И Матчиш-Смодиш под восьмым номером, вновь без номинатного центрового. Но, вновь, Смодиш будет играть ближе к кольцу, вот в этой расстановке. Но, вчера Матчиш-Смодиш, напомню, стал самым результативным игроком этого матча, набрав 26 очков. Вчера первым же своим броском он счёт открыл, сегодня промахнулся. Но Шишкаускус его подстраховал. Выиграл первый подбор на чужом щите. И ЦСКА выходит вперёд. Джон Роберт Холден вновь тенью, неотступно следует за Антоном Подкрашовым. Но сейчас разменялись. Антон попадает в не менее заботливые руки Рамонуса Шишкаускуса. Ну а Лэнгдон очень плотно и очень цепко защищается против Келли Маккарти. Конкрашов получает возможность для броска кольцов. Выплёвывает мяч после его атаки. Но здесь молодцы Лампе. А выигрывает подбор и спокойно химчане отбрасывают мяч в центральной линии, вновь пытаясь придумать позиционное нападение. Пока опять же не всё гладко. Бёрк ставил за слон под Крашову в тот момент, когда Антон уже закончил дриблинг. Не поняли партнёры друг друга. И в итоге Лампе забивает со средней дистанции 2-2 Мацей Лампе. Вчера 9 очков было всего лишь на его счету при 16 в среднем выграх плей-офф. И вот как-то особенно на примере Лампе было особенно заметно, как же всё-таки устали лидеры подмосковной команды после этого непростого сезона, во время которого радость ходила в обнимку. С горем выиграли химчане кубок, ну а затем потерпели ужасное, кошмарное положение в розыгрыше кубка «Улеп» от «Ховентуда». И в данном случае утешение, что проиграли химчане лишь к будущему победителю турнира, утешение крайне слабое. Матеш-Смодиш реализует два штрафных броска. Вновь он делает заявку на титул самого результативного игрока этого матча. Конечно, рано об этом ещё говорить, но тем не менее пока все четыре армейских очка именно славянский форвард принёс армейской команде позиционное нападение химок Фридзоу. Ну, каким заслоном там Бёрк-то ему помог. Просто едва не сбил с ног Рамуна Сушишкаускаса. Выиграли химчане подбор в нападении, но вот бросок цели не достигли. Холден вырывается на оперативный простор, мажет Джей. Вчера, кстати, обе команды очень здорово оттаковали издали. 50% попадания у химок, 8 из 16 и 12 из 25 у ЦСКА. Это чуть меньше, 50%. Но с другой стороны, там по ходу встречи и все 80% было. Так что это внушает. Смодиш и Лампе получают обоюдный фол. Раньше, по правилам, начался сборный мяч. Ну, а теперь в новой редакции, принятый уже довольно давно, мяч остаётся у атаковавшей команде, чтобы вот этот вот приоритет на владении не чередовался. О чём, собственно, сейчас Наиль Саидгалеев, один из арбитров, на всякий случай предупредил. Судейский столик, который, конечно же, в курсе, но, сами понимаете, иногда лучше перестраховаться. Химкин, а выводит мяч в игру из-за боковой, Панкрашов второй его бросок, на этот раз менее точный, но вот уже третий подбор химчане забирают. Патрик Бёрк, едва там внизу мяч у него не увели, но, тем не менее, сумел сократить над ним контроль, сохранить, прошу прощения, и Фридзон трёхочковым попаданием выводит свою команду вперёд. 5-4. Радость на гостевом секторе невероятная, но и сыграно пока меньше трёх минут в первой четверти. Вот опять же, по первым минутам можно сделать вывод, что игра сегодня будет чуть-чуть поплотнее, но, опять же, многое будет зависеть от того, как сложится старт этого поединка Панкрашов. Здорово обокрал Лэнгена в проходе, и очень тяжёлый мяч Виталий Фридзон забивает. 7-4, плюс 3 у подмосковной команды. Ну вот, опять же, здесь бросается в глаза то, насколько внимательнее химчане действуют во второй линии обороны своей зоны. Там уже не даёт спокойно гулять Рамоносу Шишкаускасу, как это было вчера и сегодня. По-другому уже пытаются играть. Армейцы запускали по лицевой Лэнгдона. Оторваться от опеки тот не сумел, и внизу там, опять же, едва-едва хряпу не обокрали. Лэнгдон, Фридзон рядышком, смотришь, как бы не совсем акцентированный заслон поставил. Здесь химчане успели разобраться, и Шишкаускас очень издалека, потому что время поджимало, и вот здесь базарные армейцы за этот подбор боролись. Хотя, в общем, в этой ситуации, конечно, нападение имело преимущество. Зона всем хороша, но имеет и ряд недостатков. В частности, довольно тяжело бороться за подбор, так как люди опекают позиции, а не конкретных игроков. Но, крайне все прочее, армейцы лицо по чужому кольцу находились, поэтому подбирать им было, конечно, проще. Все это привело к тому, что вторым шансом в этой атаке воспользовался Виктор Хряпа. Очень изящно он забил из-под кольца. Берка выводит на дальний бросок. Ну и вот для большого парня дальний бросок у Берка очень хороший, очень мягкая у него рука. Вчера он, кстати, два из двух забил. И сегодня также начинает с попаданий. Вообще у Патрика Берка трехочковые в плей-офф были 4 из 8 до начала этой серии. Хряпа стягивает вокруг себя под страховку и дает возможность отличиться Рамуносу Шишкаускусу, который забивает это ремесина. Эти аплодисменты, которые видели на своих экранах, они были адресованы именно Хряпе, который за счет агрессии выиграл позицию у своего соперника, заставил к себе стягиваться под страховку и за счет этого получилась возможность сделать передачу на периметр, не прикрытому партнеру, там втроем сразу хряпу ловили, и поэтому на Шишкаускусу уже никто выйти не успел. Маккарти отчаянно сражается за позицию с Траджином Лэмденом. Арбитры отдают мяч Химкам, но вот здесь на повторе было заметно, что все-таки Келли Маккарти. Мяча коснулся последним в арбитров. Повтора нет, Лэмден отправляется на скамеечку запасную и заднюю линию Теодорского полукаса усиливает. Мы же отмечали его успехи в вчерашнем поединке. Да, он всего лишь одно очко набрал, но опять же шесть раз ассистировал своим партнерам за 16 минут игрового времени. Чуть больше половины в первой четверти уже сыграно. К этому моменту 10-9 химки впереди, но сейчас армейцы в атаке. И 20 секунд остается у них на бросок. Там какое-то кровотечение обнаружилось у матежа Сходиша, потому что заметно вынужден провести тренерский штаб ЦСКА. Дэвид Андерсон появляется на площадке. Также вчера Дэвид был с заметной фигурой. 17 очков на его счету. Отметился он в одном из эпизодов, когда трехочковый забил столом. И хряпа атакует. На переднюю дужку мяч падает. И вот здесь опять же Келли Маккарти и Патрик Бёрк не сумели за него зацепиться. Но вот оказывает первую помощь матежу Сходишу. Действительно там какая-то ссадина на локте. А вот очень костлявого, видимо, ткнул матеж Сходиш, но вот и получил такой неприятный порез. Хряпа заходит в трехсекундную зону и по полукасу доставляет мяч. Но здесь чуть-чуть менее уверенно было сыграно, чем в эпизоде с Шишкаускасом. Передача такая не очень хорошая, что по полукасу прилетело. Но ТЭО был заряжен. Он на бросок бросил, не забил. Лампе с дальней дистанции не попадает. И по полукасу пытается разогнать. Быстро в контратаку Лампе. Перекладывает эту передачу ногой. И счетчик 24 секунд будет вновь запущен для армейцев в этой атаке. Клейд Таккер. Первая замена в составе Хипа. Он меняет Келли Маккарти, который пока абсолютно незаметен. Лэнгдон, который уже отправился на скамеечку запасных. Просто скушал своего соотечественника в защите. Ну и вот. Теперь посмотрим, что получится у Таккера сегодня. Пока Дэвид Андерсон против Лампе. Фан Крашов готов прийти на помощь. Там очень здорово сместился выходом. И в конце концов, обыгравшись с ним, Дэвид Андерсон вышел на свою точку и забил. Плюс одного ЦСКА и Захар Пашутин готовятся появиться на площадке через какое-то время. Месинов подозвал к себе армейского капитана. Но затем так пока подозвал его вглубь скамеечки. Папа Лукас вырывается на оперативный простор. Сразу три игрока перед ним находилось. Поэтому откатился ближе к центру площадки Папа Лукас. На тоненького, но проходит эта передача. И Шишкаускас против Клея Такера. Есть у Шишкаускаса преимущество в росте. А у Плея Такера в быстроте рук. Так бежит американец, еще качает головой. Ну надо же как вы медленно разворачивались. Рамунис. Ну что вы теперь. Обокрасть вас в этом эпизоде было делом техники. Бёрк. Тоже довольно опасно. Ой-ой-ой. Не забирает мяч армейцы. И мация лампы. Сквозняк запускает из-под кольца. Да, конечно, ноги находились у него за плоскостью щита. Но тем не менее, мастер такого уровня все-таки мячи должен забивать. Ну или хотя бы из трехсекундной зоны выходить на линию штрафных после фола соперника. Шишкаускас, дубль два, пополукас. Рядом с ним Клейтакер. Нет необходимости форсировать события. А вот теперь есть. Четыре секунды. Остается на бросок. Не понял Андерсон маневра хряпы. И Фридзон возглавляет быстрый прорыв своей команды. Очень технично прячет Виталий мяч от Рамуниса Шишкаускаса. И уже седьмое очко. На счету Виталия Фридзона в этой встрече и двойную замену готовит Кистутис Кинзура. Келли Маккарти и Владимир Веремеенко оказываются на площадке. Очень серьезный недолет у Виктора Хряпы. И Месина этим очень недоволен. Лампа из-под конца на этот раз забивает все через того же Виктора. Месина негодует. Ну а тем временем, что у нас? Плюс три у Химы. И за одну минуту 54 секунды до конца первой четверти Эдра Месина вынуждена взять тайм-аут. Ну, говорено, уже переговорено о том, как тяжело играть с одним и тем же соперником два дня подряд. С чем это связано? Ну, в первую очередь, все-таки с психологией. И психология штука очень тонкая. Все, конечно, прекрасно понимают, все профессионалы, что финальная серия играется до трех побед. И что сегодня вовсе не обязательно все будет так же, как вчера. Но, тем не менее, подсознательно такие мысли присутствуют у баскетболистов. И вот сейчас пытается своих парней вот из этого состояния, уверенности в том, что рано или поздно все самой станет хорошо, Эдра Месина вывезти. Ну, а при сравнении, чтобы вы поняли, если доводилось вам когда-нибудь пообщаться с Моникой Белучи и сказать ей что-то более, чем приветы, как сама, то подсознательно, встречаясь с симпатичной девушкой где-нибудь не на самой шикарной московской улице, вы, конечно, будете в меньшем объеме задействовать свое красноречие и обаяние. Понимает, конечно, только мужская аудитория, но, думаю, девушка тоже понимает, о чем я. И, собственно, пока у нас вот это лирическое отступление было, команды возвращаются на паркет. Пополуказ пошутен, Андерсон, Смудиш и Холден на площадке у армейцев, Банкрашов, Маккарти, Лампе, Веременко и Такер. Продолжает химчание. Защищаться зоной, но так вот по ходу пьеса она легко трансформируется и в личную защиту Пополуказ. Хитрец Пополуказ спрятался там за дальним краем щита и в конце концов нашли его рискованной, но точной передачей. И Пополуказ не оплошал жесткий там стык Веременко и Андерсона. Не очень акцентированный заслон Владимир ставил. Как-то он уже, не дожидаясь пока Лампе пройдет с ним плечом к плечу, уже собирался стартовать. И вот на этом безопорном состоянии Андерсона Веременко едва не поймал. Ну что, Хряпа после, может быть, профилактической где-то отсидки 30-секундной возвращается на паркет. Вместо смудиша также дает отдохнуть Джону Роберту Холдуну Траджан Лэнгдон возвращается в игру. Ну и так успели обменяться крепким рукопожатием Хряпа и Веременко, впервые встретившиеся на паркете. В этом матче третий Брошок Банкрошова с дальней дистанции цели не достигает. Но опять же, обратите внимание, и те, и другие очень много отстоков нападений выигрывает. И Бабберг, разве что только кулаком в грудь себя не бил, спадривая после этого успеха. Такер и Пашутин. Серия акробатических этюдов потребовалась Клею Такеру, чтобы все-таки мяч укротить. Панкрошов тут же Хряпа приходит на помощь по полукасу. И так плечом к плечу Панкрошова они остановили. Маккарти по-прежнему пытается оторваться от Траджана Лэнгдона, но смотрите, где спокойно он получает мяч. Лишь в 8 метрах от кольца, но вот история повторяется. Клейн Такер забивает трехочковый, и при этом Захар Пашутин получает персональное замечание. 4 очка в одной атаке. Ну, как принято говорить, в таких случаях имеет возможность набрать Клейн Такер. Не успел выбежать на него Захар Пашутин, но и там чуть-чуть корпусом соперника задел. Но Клейн Такер так подыграл арбитрам, чтобы они не колебались. Ни в коем случае. И действительно, 20-13, 7 очков преимущества Химок. И Маккарти выныривает из-за спины Андерсона, делая перехват Панкрошов. Отличную скидку на Маккарти сделал. Клейн из-под кольца не попал. 8 секунд у армейцев на ответ. Грамотный фол Панкрошова. Он всего лишь третий командный, а значит, непробивной. И вот на эти 7 секунд от обороняется вместо Панкрошова выходит Алексей Собков, который во вчерашнем матче участия и не принимал. Первый фол Панкрошова, но вовсе незачем, чтобы получал он второй под занавес первой четверти. Ну и Собков опекает по полу касса. Здесь очень жестко прессингует Траджина Лэнкона. И добиваются химчане своего, они не позволяют сопернику завершить свою последнюю атаку броском. 20-13 химки впереди после первой четверти. Телеканал «Спорт» продолжает свой рассказ о втором матче финальной серии чемпионата России по баскетболу между ЦСКА и химками. И после 10 минут игры гости впереди с преимуществом в 7 очков. Статистика была на ваших экранах. Честно говоря, не успел я ее зацепить взглядом. Но проанализируем все в большом перерыве. Там, наверное, будет больше пищи для размышлений. А пока отметим, что действительно с абсолютно другим настроем вышла на эту встречу подмосковная команда. И защищается она энергичнее. И атакует с большим желанием. Ну и как следствие, армейцы пока не могут перестроиться с режима вчерашнего поединка на серьезную пахоту. Конечно, все это может прийти по ходу встречи. Опять же, через работу в обороне не так много очков-то набрала подмосковная команда. Но смотрите, дружина Эдтера Мессина ограничилась всего-то 13-ю. Когда такое было в последний раз? Резерв для усиления игры, конечно, у тех и у других есть. Но у Химок, кстати, это Антон Панкрашов, который после четырех промахов пятый раз. С пятого раза может и попасть с чуть большей вероятностью, чем он пятый раз подряд промахнется. Ну вот, Андерсон не готов был к этой передаче. Руки вроде держал там, где нужно. Лэндон вроде бы правильную передачу делал, но в итоге мяч достался Химком. Такер. Ну вот, Джона Роберта Холдена так просто ему уйти не удается. Но как же здорово. Такер, радучись, двигался вдоль лицевой линии, все-таки вынудил хряпу пойти на себя. И Андерсона дернуться, и в итоге Веременков провалился под кольцо в городом одиночестве и забил мяч сверху. Андерсон против Берка. Один на один. Продавить Берка немногим людям и в национальной баскетбольной ассоциации удавалось. Такер, но оказывал давление на мяч в этой ситуации, поэтому склонен я согласиться с решением арбитров. Хотя, конечно, Клэю Такеру от этого ничуть не легче. Ну, в общем, и по голове он у Лэнгдона задел, как видно было на повторе с этого ракурса. Таким образом, Лэнгдон два штрафных пробьет, и Шишкауска с места по полукаса возвращается на площадку. Рамунас вчера выстреливал сериями. Макар на его счету пять очков, но и ни одного фирменного прохода в исполнении армейского литовца мы не увидели. Тем временем Лэнгдон мажет с линией штрафной. Довольно редко такая неприятность с Траджином происходит. В плей-офф у него 86 почти процентов попадания с линии, но вот сейчас чуть-чуть себе процент Траджин Лэнгдон подпортил. Макарти против Лэнгдона продолжает Траджин неотступно следовать за Келли Макарти, не давая тому буквально вздохнуть. Он хорошо закрывает мяч корпусом, но вот мажет Антон, и вновь Бёрк выходит победителем в этой страшной сече под чужим кольцом. И в конце концов кто-то из армейцев успевает свалить. Вот нужно Антону Банкрашову поправить прицел. По идее дома Дэвиду Андерсона должен был быть, так как в момент, когда Бёрк овладевал мячом, тот прихватывал соперника за руку. Такер, Банкрашов открывается, но здесь далековато от кольца, армейцы перестроили систему обороны. И Бёрк за неправильную постановку заслона получает персональное замечание, оно для него становится первым. Но вот опять же, маленькое отличие от вчерашнего дня, ну, конечно, здесь так и плечом, и на ногу ловил Бёрк. Здесь тоже никаких вопросов быть не может. Бросается в глаза то, что в отличие от вчерашнего матча, гости стараются не нагружаться фолами на ровном месте. Вчера уже в концовке второй четверти вынужден был убирать с площадки и Бёрка, и Лампе с площадки Кискутис Кимзура, потому что два фола у них уже было, и с тремя заканчивать половину это не есть хорошо. Но тем временем Холдон напоминает о себе как о человеке, несущем ответственность за результат, и делающим этот самый результат, забивает он трехочковый, и тут же отвечает ему дальним попаданием Патрик Бёрк. Вновь без промаха он атакует из-за дуги, давая из двух сегодня, точно так же, как было вчера, и это еще не вечер. Шишкауска сойдет в проход, и вот заваливает этот свой коронный мяч. Ну, прыгнул-то, наверное, там, две газетки подстелить, и то впритык было бы. Но, тем не менее, вытянулся весь воздух, так еще чуть-чуть задрал траекторию, и в конце концов перебросил руки все того же Бёрка. Такер, вот оторваться от Шишкаускиса ему не удалось, но, тем не менее, ему больше не надо было. Опять же, взлетел просто на долю секунды раньше, чуть-чуть в воздухе, подкорректировал положение тела относительно кольца, и очень технично цель поразил. По-прежнему плюс восемь у Хима. Холден против Переменка, оказывается, на периметре. Ох, какой дриблинг, и какая передача! Джон Роберт Холден, герой этого эпизода. Аниматишь-смодишь, даже с учетом того, что очень здорово вошел. Словенец Джон Роберт Холден, ну, чуть раньше даже здесь можно было начать этот повтор. Гениальный финн, которым, ну, вот в нашей стране точно владеет один только Джей, стриблинг ему. Показывает всем видом, что сейчас будет прыгать. Введутся на это защитники, после чего мгновенно ускользает от них. Джон Роберт Холден и пищеветра в поле после этого. Телеканал «Спорт» представляет второй матч финальной серии чемпионата России по баскетболу между ЦСКА и Химками. Шесть минут и шесть секунд остается до конца второй четверти, или же первой половины. Кому как нравится, и гости впереди с отсчетом 27-21. Семяочковым перевесом выиграли химчане первую четверть. И вот за эти четыре, без небольших копеечек, минуты второй, четверти матча армейцам приблизиться к сопернику не удается. Химки выигрывают щит 12-9 соотношение подборов, причем так на глазок половину этих подборов химчане взяли в нападение. То есть под чужим кольцом. Очень разумно и очень экономично. Наверное, действуют подопечные из Кучеса Кимзура в этой встрече. Стараются не расходовать они свою энергию понапрасну. Очень собранные, очень отмобилизованные. Ну и пока это приносит плоды. По-прежнему никто из химчан абсолютно никаких проблем с фолами не испытывает. Возвращаются гости на паркет Панкрашов, Веремеенко, Лампы, Маккарти, Николай, Такер. Семь баскетболистов пока приняли участие в этой встрече. Ну и, да, конечно же, Алексей Савков сыграл роль маленькую, но яркую в концовке первой десяти минутки. Вышел на семь секунд, но тем не менее, именно его активные действия в обороне против Популукаса привели к тому, что армейцы остались без броска. В самой-самой последней атаке в первой четверти Панкрашов. Ну вот, немножко не верит уже Антон в то, что может он забить с дистанции после четырех промахов Веремеенко. Заставил поверить свой бросок всех, даже вашего покорного слугу, но не Лампы, который этой передачи ждал. Два штрафных Мацей Лампы пробьет. Матишь, смотришь, собирает партнеров в кадл, стараясь со своей стороны как-то вдохновить их на какие-то подвиги. Но, матью же меняю, тут вместо него Дэвид Андерсон появляется на площадке УЦСК. Реализует Лампы первый штрафной. Вчера лишь один бросок с линии он исполнил, но тоже, когда такой был в последний раз. Доказатель того, насколько пассивно он вчера действовал. Но вот сегодня, и смотрите, что происходит, Келли Маккарти успевает взлететь и заковырять буквально мяч. Чужую картина, вот так вместо одного очка сразу два. Химки набрали в этом эпизоде и плюс девять. Это повторение их максимального преимущества в этой встрече. Хряпа с дальней дистанции. Что-то совсем какой-то непорядок с прицелом у Виктора. Если мяч после броска под Крошова так, ну, кучно ложатся очень близко к цели, то у Хряпа такие довольно серьезные недолеты получаются. Но опять же подстраховали его партнеры. Лэнгдон забил со средней. И Маккарти коронный бросок с отклонением. И тут же Веремеенко. Оказывается, в нужный момент, в нужном месте потеряли его большие армейские команды. Хряпа и Андерсон. И вот он не встретив никакого сопротивления, под самое кольцо Владимир добежал. Ну и технично в одном прыжке мяч кольцо переправил. Хряпа против Веремеенко. Не было там пространства для игры один на один. Перебегает Виктор на противоположный фланг. Холден и Шишкаускас забирает подбор на чужом щите. Не будут никуда торопиться армейцы. Сейчас не время пороть горячку. Хотя 9 очков это уже довольно серьезное преимущество. Но играть-то еще очень много времени. Здорово Маккарти. Он выскочил из-за спины и едва-едва отдел до перехвата. Тут не дошло. По полугас вместо Шишкаускаса возвращается в игру у армейцев. Но вот пытается, пытается найти Джокера. Это Ремесину. А тут Транжан Лэнгдон второй мяч подряд в той же точке. Забивает их с поцелуем. От щита аккуратненько в стиле Тима Данкана. Который вообще вот этим броском от щита владеет лучше всех в мире. Сомневаться в этом не приходится. И передача Панкрашова под кольцо перехвачена. Холден разгоняет контратаку по полугасу. До верного. Разыграли, дотерпели. Армейцы. И заслуга всей команды в том, что так здорово эта атака завершилась. Здесь Холден начал эту атаку. Ну и здесь по полугасу взял гроссмейстерскую паузу. Собрал вокруг себя всех желающих. Ну и Хряпе оставалось только красиво забить мяч сверху, что он и исполнил. Отчаянное сражение защит. Выигрывает его Веременько. Попадает мяч в корпус Дэвиду Андерсону. Нужно возвращаться Владимиру. Конечно же обидно. Два момента было у него, чтобы добить. Но сам он, по существу, упер мяч в тело соперника. Поскальзывается Хряпа. Но, правда, определяют арбитры фоу. Умация Лампе. Кистутис Кемзура берет тайм-аут. Он почувствовал, что начинают накаляться страсти. Немного нужно здесь побеседовать с арбитрами. Но, опять же, в первую очередь это делается для того, чтобы баскетболисты, сами баскетболисты подмосковной команды не тратили эмоции на споры с судьями. Чтобы они видели, что их тренер будет за них сражаться по мере силы возможностей. И он арбитру все, что нужно, скажет. И теперь, собственно, по игре немножко притормозилось нападение подмосковной команды. Ну, действительно, выигрывая пачками подборы на чужом щите, вот где пригодился по Маркус Гори, кстати. Так вот, выигрывая пачками подборы на чужом щите, конечно, захлестывают эмоции. Хочется после каждого этого подбора, конечно, с мясом колотить мяч сверху. Еще, чтобы и фол соперник получил. Еще, чтобы и трибуны зашлись в экстазе. Все это хочется. Но, опять же, немножко в этот момент стоит сохранять голову холодной. И если там действительно тяжело, свалку под кольцом каждый раз, какая каша заваривается, проще выйти на периметр. Как это, кстати, делали армейцы несколькими атаками ранее. У Мессины тоже есть вопросы. К Сергею Кругу. Там конструктивный диалог состоялся. Каждый остался при своем мнении. Ну и, собственно, игра у нас продолжается. Лэнгдон с дальней дистанции. Но вот вчера, похоже, Трей большую часть своей обоймы расстрелял. И сейчас у него холостые патроны идут. Не забивает Лэнгдон. Три минуты. До конца второй четверти остается. Лампе атакует, не задумываясь, Мацей Лампе. Все мы знаем, конечно, что довольно неплохо атакует он с дальней дистанции. Но опять же, есть Бёрк на площадке, у которого это получается сегодня, по крайней мере, значительно лучше. Холден берет игру на себя. Хриапа сбрасывает мяч на периметр. Ну вот просто перепрыгнул. Он здесь у Лампе. И вновь Холден с мячом отправляется под кольцо. Угол на Лэнгдона. Тракер успел занять позицию. Не позволил сразу атаковать с трехочковой дуги. Ну и, собственно, этим посчитал Клэй Такер свою задачу выполненной. Ну и, как выяснилось, не прогадал. Очень неплохо сейчас химки оборонялись. И теперь приступает к полномерной осаде кольца. Виталий Фридзон отправляется в такой тяжелый довольно проход. Текущий, а значит, дающий возможность на пострафовке сыграть. И здорово Фридзон обокрал по полукаса. Но, к сожалению, наступил на боковую линию. Вот повтор этого эпизода. И да, все на повторе прекрасно видно. Это выпало из поля зрения Джона Роберта Холдена, Виталий Фридзон в этом эпизоде. И едва этот мяч не стал добычей гостевой команды. Хряпа против Лампы. На позиции разыгрывающего оказался Бёрк. Андерсон вообще никакой жизни не дает. Но вот теперь с полукасом ему посложнее будет расправляться. Лампы мог и пораньше своему партнеру помочь. А так в итоге докрутили эту карусель химчане, армейцы. До победного завершения. И Андерсон со средней дистанции не промахнулся. Четвертое очко Дэвида в этой встрече. И до трех очков съеживается преимущество Химок. По ходу этого матча. Панкрашов такой заброс на кольцо. Под кольцо на мация Лампы. Химзура выговаривает своему большому. И в конце концов, убедившись в том, что это бесполезно, даже так очень эмоционально снимает Лампы с игры, выпуская Владимира Веремеенко. Поторопился Лампы с этой атакой. И вот хорошо, что опять же партнеры его продолжали очень активно бороться за подбор. И Раману Сушишкауску по выписали. А вот вам, пожалуйста, и Бёрк. Обращали бы внимание на то, что у него пока лучше. Все сегодня получается. Десять очков. Патрик Бёрк уже набрал. Два фолла у матча Лампы. Он единственный в составе Химок, кто имеет больше одного персонального замечания. Но он сейчас к нему в этой компании присоединяется... Нет, у Веремеенко это тоже первое персональное замечание. Но, впрочем, и в составе ЦСКА... А в составе ЦСКА-то не все так просто. Три уже фолла у матча Жасмодиша. И это довольно серьезно. А вот, собственно, поэтому и прячет одну... Одного из своих козырных тузов на скамеечке запасных. Это Ремисина по полугазу. Вводит мяч в игру из-за лицевой. Только сейчас Химки четвертый командный фол. В этой четверти получили. И блестяще вновь химчане отзащищались. Пяти секунд не хватило по полугазу, чтобы ввести мяч в игру. Сейчас он в лицах показывает и рассказывает партнерам, как нужно было ставить заслон, как нужно было отворачиваться, как нужно было открываться. Все-таки хорошо, когда у команды есть не только тренер. На скамейке запасных, но еще и играющий тренер на площадке. По полугазу получает персональное замечание. Мяч-то здесь ушел от Такера, а по полугазу получил фол. Устраняется своего пути Владимира Веременка. И это четвертый командный фол у ЦСКА. Последняя минута. Первой половиной идет. Вот Дакер с почтительного расстояния атакует, но опять же может себе позволить. Берг парит высоко. В первой половине этого матча у ирландца получается, если не все, то очень многое. И главное, что нужно для его команды сегодня. Великолепно атакует. Потрясающе борется за отскоки в нападении. Ну и кроме всего прочего, такое давление на больших соперников оказывают под своим кольцом, что им там просто некуда деваться. И вновь, ну буквально заталкивают. Кимчани мяч в армейское кольцо, восстанавливая свое семиочковое преимущество. 36-29. Пошел в прок тайм-аут. Взятый Кистучесом Кинзуры. И последняя атака в первой половине матча остается за ЦСКА. По полукас. Бёрк и там успел сказать свое веское слово. Шишка Ускас. Ну, здесь блестяще все исполнил Рамунас. Не поверить его финтам очень сложно, потому что очень уж они выразительные. Келли Маккарти был, конечно, сначала недоволен этим свистком, но затем вот уже дальше укорял он только себя за то, что купился на этот финт армейского литовца. Три штрафных. Ну, что же. Последний бросок Антона Панкрашова цели не достигает, хотя ложится близко. И 36-31 в пользу Химок после первой половины встречи. Три штрафных. Ну, что же, теория и практика спаренных матчей работает сегодня во всем великолепии. Действительно, ничего похожего на то, что мы видели вчера. В большом перерыву ЦСКА было 14-очковое преимущество. Ну, а сегодня очень тяжелый матч, и соперник абсолютно другой. Не сказать, чтобы как-то сразу больше сил стало у Химчан по сравнению со вчерашним днем, но вот действительно энергия, заряженность на борьбу совершенно другая, и это приносит свои плоды. Ждем мы интервью в перерыве, ну, а пока изучаем статистику и видим, что процент попадания у Химок далек от вчерашних 50-ти, как со средней дистанции, так и с дальней. Но при этом они впереди. 10 из 14 попаданий у армейцев из-под кольца и со средней, лишь 2 из 11 с дальней. Ну и, собственно, подборы. Действительно, 20-15 в пользу Химок. Интересно будет посмотреть, сколько из них подмосковная команда взяла на чужом щите. Ну и редкий случай, когда ЦСКА делает потерь больше, чем соперник. Ровно в два раза чаще ошибались подопечные Мессины, 6 потерей. 6 потерь у них против трех у соперника. Ну и интервью, видимо, перед началом третьей четверти у нас будет, пока отправляемся мы на перерыв. Ну что же, 3 минутки с небольшим. Остается у нас до начала второй половины матча между ЦСКА и Химками. 36-31 гости впереди. Запомните эти цифры. 20-15 соотношения подборов. И приготовьтесь внимать истиннее. Химки выиграли чужой щит, причем в самом прямом смысле этого слова. Под своим щитом армейцы забрали 10 подборов. Химки 13. Можете себе представить? При таком подавляющем перевесе в борьбе защит, можно себе позволить заканчивать первую половину с процентом попаданий с игры. 38. И при этом выигрывать у ЦСКА, который атакует с процентом 48. Да, не идут пока у москвичей дальние броски, но опять же это связано с тем, что не в пример. Вчерашнему лучше играют в защите баскетболисты Химок. Не дают они возможности атаковать свое кольцо без сопротивлений. Это происходило лишь в те моменты, как Джон Роберт Холден брал игру на себя, стягивал к себе под страховку, дальше следовала скидка, ну или в быстром прорыве, когда по полуказ разруливал такие ситуации. Было их буквально 2-3 за все 20 минут, что в этом матче уже сыграны. В остальное время приходилось преодолевать ожесточеннейшее сопротивление соперников. Келли Маккарт с 4 очка набрал, но опять же в защите бился он так, что из-под него забить не представлялось практически возможным. Но вот один из редких быстрых прорывов ЦСКА, а в этой встрече, которую Виктор Хряпа завершил, отличным броском сверху. Ну и что касается Хряпа, 3 промаха из-за дуги. И у Виктора, причем довольно неточными получались у него броски, но здесь переплюнуть Антона Панкрашова ему не удалось. У Антона просто катастрофа с бросками. У него ни одного попадания в 8 попытках, но опять же при этом 5 раз он ассистировал своим партнерам, сделал 3 перехвата и без потерь. Нет, одну единственную потерю совершил. Вот 1 к 5. Это соотношение потерь к передачам очень хорошее, и любой Стив, да, Стив Нэш обзавидовался бы. Ну и Патрик Бёрк, один из героев первой половины, 10 очков на его счету. К этому он добавил уже 7 подборов. Ну, на трипл-дабл, то есть на двузначные показатели в трех статистических разделах, он, наверное, не замокнется, потому как мало у него всего остального. Но, с другой стороны, опять же, повторюсь, ему больше не нужно. Бёрк великолепен. В защите именно благодаря ему большие ЦСКА под чужим щитом чувствуют себя очень и очень неуютно. Шутка ли сказать? Смульиш 4 очка и 3 фула, Андерсон 4 очка, ну и Хряпа, те же самые 4 очка. Это не показатели для мощнейшей передней линии не только в нашей стране, но и в Европе. Телеканал «Спорт» представляет второй матч финальной серии чемпионата России по баскетболу между ЦСКА и баскетбольным клубом «Химки» 36-31. Гости из Подмосковья выигрывают после первой половины этого матча. И на паркете у гостей появляются Антон Панкрашов, Клейд Даккер, Келли Маккарти, Маций Лампе и Патрик Бёрк. У ЦСКА одна единственная замена по сравнению с игроками, которые начинали эту встречу с первых секунд. Смульиш нагружен фалами, он сидит на скамеечке запасных, 3 персональных замечаний у него есть, и поэтому на его позиции Дэвид Андерсон. Вышел все остальные те же. Джон Роберт Холден, Траджан Лэндон, Рамунос Шишкауска, самый результативный в составе ЦСКА после первой половины на его счету 9 очков. Ну и Виктор Хряпов. Так, третья четверть начинается атакой подмосковной команды. Такер атакует со средней дистанции. Ну и вот мяч не принимает кольцо после атаки подмосковного американца. И ЦСКА получает возможность приблизиться к своим соперникам. Андерсон против Бёрка. Но вот опять так плотно защищается Бёрк, что даже не позволяет Андерсон нормально к кольцу развернуться и начать дриблинг. Очень внимательно тут действует и Джон Роберт Холден. Понимая, что пока не все лучшим образом получается у его команды в атаке, именно в командной атаке берет инициативу на себя, что и должен делать лидер команды. Забивает Джей. 36-33. Понкрашов будет пытаться взять реванш. Нет, делает скидку на партнера, но там упер он буквально в лицевую линию Келли Маккарти. Доводит мяч до Мациэлампе, который перебрасывает щит. Попадает мяч в счетчик. 24 секунд. И без борьбы мяч отдают армейцам. Мациэлампе. 5 очков. В первой половине лишь два попадания с игры из восьми. В концовке второй десятиминутки просто вызвал гнев и негодование своего тренера Мациэлампой. Был заменен, как оказалось, до конца матча. Но остыл, конечно, кистуческим дурой. Надеется он все-таки на то, что хотя бы во второй половине этой встречи Мациэл покажет ту игру, которую от него ждут на протяжении всего сезона, а не только в победных матчах, когда у всей команды ладится. Маленький Холден. Что там творил с Келли Маккарти в трехсекундной зоне в хорошем смысле? Фото ему сейчас дали, но до этого он буквально закатывал соперника в паркет. Он перекрывал все возможные направления передачи. Келли Маккарти просто, чтобы получить эту передачу, пришлось попотеть изрядно. Ну и в таком же стиле против капитана Химок защищался в первой половине встречи Траджин Лэнгден, которого пять очков на счету сегодня не летят. Его фирменные дальние броски, но с другой стороны из-за дуги-то отковал Лэнгден всего лишь один раз. Не точно. Лампы помогают Банкрашову ввести мяч из-за боковой. Тут Маккарти становился было на розыгрыш. Банкрашов, скидка под кольцо и Патрик Бёрк 12 очко набирает. Получая мяч вблизи кольца, но вот опять же лампой немножко тушуется и спешит. Бёрк абсолютно в своем временном измерении находится. Делает на автомате, но и под девизом «Делай, что нужно, и будь, что будет». Выступает под Бёрк и вот это приносит ему успех. Холден в лицо на периметр Маккарти. Успел переместиться к Андерсону, бросить из-за дуги не дал. С дриблингом позволил продвинуться, но опять же максимально затруднил оппоненту бросок. Да и время уже армейцев поджимало, секунда оставалась на счетчике. Четко сработали, отсекая своих оппонентов от счета. Подбор выстается Химком и вновь они в позиционном нападении, в котором нет нужды торопиться в матче против ЦСКА, если ты хочешь его выиграть. Банкрашов, первое попадание Антона после девяти промахов восьми по ходу этой встречи. 40-33, а вновь семь очков. Преимущество подмосковной команды максимум составлял девять. Смодиша срывается скамейки запасных Эдромиссина. Да, Лэндон, да вот заработала у Траджина. Очень нужный момент. И почти уполовинивает он преимущество гостей. 40-36, Химки впереди, Маккарти. О-хо-хо, какой мяч. Келли Маккарти забивает из безопорного положения, толкнувшись одной ногой где-то в районе штрафной линии. Не часто такое увидишь, но и Маккарти оказал великолепное владение своим телом. Сумел он все-таки скоординироваться и точный бросок из этой непростой ситуации произвести. Лэндон. Приверем патроны. На второй половине этого матча второе подряд дальнее попадание. Траджина Лэндона, ну буквально там отклеился он от соперника, ну, сантиметров на 50. И хватило ему этих дальней секунд и преимущества, чтобы очень четко свой бросок исполнить. Разборки Алампы и Андерсона пресекает звездом Сергей Круг. Это второе командное замечание у ЦСКА в третьей четверти. И Смудиш вместо Дэвида Андерсона появляется на площадке как раз. Панкрашов находит в центре трехсекундной зоны эмоция Лампы и тот не промахивается. 44-39. Но пока держится. Химчане, сохраняют они свое преимущество, но другое дело, что там у Лэндона пошли дела кое-как. Зацепился он сейчас за ногу соперника. Смотря на то, что там Смудиш, казалось бы, непробиваемый заслон ставил. Холден из-за дуги на переднюю дужку и Смудиш не сумел выпрыгнуть настолько же высоко, насколько и Келли Маккарти. Но здесь Матиш немножко ближе к кольцу находился, мяч за голову ему улетал. Ну и со спины там Маккарти махнул и мяч забрал. Лампы очень хочет подцентрить против Лэндона. Посмотрим, что у него получится. Матси разворачивается в лицевую. Ну, опять же, не скажу, что это было наилучшее решение с его стороны. А в данной ситуации, ну, маленькие... Холден с Лэндоном в четыре руки от подбор забрали. Смудиш против Бёрка. Ай-яй-яй. В том смысле, что Патрик Бёрк не дотерпел. За него конкретно обидно. Очень здорово там пришел сверху Келли Маккарти и украл мяч. Но вот как раз Бёрк то ли не увидел, то ли не поверил в то, что партнер так обезмячить соперника сумеет. И подтолкнул Смудиша в спину. Таким образом продолжается армейская атака. Банкарашов не позволил Ладону ввести мяч в игру. Ладону здесь пользуется по полной длиной своих рук Антон. Антон Крошов, он дисциплинированно ставит ноги на лицевую, ну и руки просовывает вал. Но тем не менее, нашли Лэндона, тот разобрался. 44-41. Плюс три у Химок и Поповука. С наскамеечкой судейского столика Лампе не сумел продавить Лэндона и не сумел выловить этот мяч внизу. У Мации Лампы гипнотизирует он на Илья Саидгалиева. Но этот гипноз ни к чему не приводит. Телеканал «Спорт» продолжает свой рассказ о втором матче финальной серии между ЦСКА и Химками. 44-41 за 4-12 до конца. Третьей четверти подмосковной команды впереди. Хряпа после собственного промаха исправляет свою ошибочку. И крадет мяч у соперника для своей команды. Холден. Хряпа против Бёрка. Ну и не стал настаивать Виктор. На игре в позиции центрового. Шишкаускас. Бёрк получает персональное замечание, хотя и сам пострадал в этом столкновении. Давайте посмотрим повтор. Ну, в общем, довольно опасно играл Шишкаускас. На повторе было движением локтем в сторону лица соперника, при этом, при этом Бёрк также был неправ. А в этом эпизоде он опускал руки, он заранее шел на фолл, ну и вот здесь. В принципе, заслуживали обоюдного. Соперники показал Патрик Бёрк арбитру, что современная автогнология творит чудеса. Второй фолл это у ирландского центрового Химок после тайм-аута, взятого Кистутисом Химзурой. А Рамон Шишкасскас два штрафных исполнит. Ну и что, вспоминаем мы первую половину этого матча, тогда под занавес второй десятиминутки тайм-аут Кимзуры очень помог его подопечным. Начали они там было нервничать и размениваться на вещи, не имевшие отношения к дискетболу. Кимзура успокоил, чуть-чуть так придушил судей, абсолютно грамотно и очень корректно. После чего его парни взялись за дело с удвоенной энергией, и вот свое семиочковое преимущество восстановить сумели. Возвращаются Химки на площадку, Веремеенко, Лампе, Маккарти, Фридзон, Панкрашок. Так выглядит издевая пятерка. И у армейцев по полуказ сходишь. Холден. Нет, по полуказу все-таки остается на скамеечке, на позицию. Део провожал бойцов. Шишкауска, естественно, на линии штрафных бросков. Ну и прерывает Рамуна свою засуху, длившуюся с первой половины. Девять очков было на его счету до перерыва. И вот сейчас юбилейное десятое и одиннадцатое следом. Очко преимущество Химок. Ну и возвращается в игру Теодорос по полуказ, который очков набрал в первой половине в два раза больше, чем вчера. То есть два. Ну и лишь одной голевой передачей он ограничился. А здесь Хряпа перехватывает передачу, ждет партнеров. И Лэнгдон не замедляет появиться. Улетает Траджин за плоскость щита куда-то в партер. Да, не сумел Веремеенко укротить мяч. Все в порядке с Лэнгдоном. Ну да, здесь подсек Владимир Веремеенко соперника. Возмущался Лампы. Но вот Сандер Веремеенко после того, как Хряпа с кем-то из армейцев извлек Траджина Лэнгдона из-за кольца, пожал руку. И извинился Владимир. Ну а у Лэнгдона что-то непонятное. Со штрафными продолжается. Два из четырех у него было в первой половине. Ну и сейчас, в лучшем случае, выйдет он на 50-процентную реализацию. Это это. До начала этой серии в плей-офф Лэнгдон атаковал с линией с процентом 86. 44-44. Армейская погоня завершена. И все начинается заново. Маккарти в трехсекундной зоне просил мяч. Но там по полуказ ему противостоял очень большого преимущества. А у Росица-то Маккарти его, наверное, не имел в этой ситуации. Тем более, что очень разбалансированной позиции он находился. Широко расставил ноги. Дали бы ему мяч. Но ему пришлось какое-то время подбирать, чтобы потом развернуться и реально угрожать чужому кольцу. Холден обыгрывает Веремеенко в лицевую. Восстанавливая позицию Владимир Фалит. Вот это у него третье персональное замечание. Вот видите, как тем местом, что пониже спины, пытался задвинуть оппонента за лицевую Владимир. Четыре командных замечаний у Химок. Доважные армейцы нарушали правила. В третьей четверти попал указ. Не стал обыгрывать. Предпочел взять пространство для разгона. Но, опять же, здесь все подчинено к тому, чтобы заставить соперника провести неравноценный размен и оставить Смодиша в трехсекундной зоне с кем-то из соперников, уступающих ему в габаритах. Наступил Смодиш на лицевую линию. Арбитр этот четко фиксирует передовая мяч Химком. Ну вот качели. Начинается, что абсолютно не редкость. Во встрече двух равных соперников при ровном счете Хлея Такера готовится бросить в бой Кистути с Кимзура. Ну и Этро Мессина ответит выходом равного на Сашишка Ускаса. Банкрашов локтем отпихнул со своего пути матча же Смодиша, но это фоу в нападении. Несмотря на то, что пятый, он тем не менее непробивной. Второй персонально для Антона. В Лампес-Маккарти отправились отдыхать Мёрк и Такер. А вернулись в игру. Шишка Ускас уже пользуется габаритами Смодиша для того, чтобы вырваться на свободное пространство и получить мяч. Ну и дальше элемент, наводящий ужас на всю баскетбольную Европу. Внешне неторопливый, но от этого Нечитаемый проход в трехсекундную зону аккуратно там облетел всех соперников и забил Шишка Ускас и Хряпа. В нужный момент в нужном месте рассчитался Хряпа задолжок накопившийся с первой половины. Помните эпизод, когда хильки били штрафные Хряпа выкоргнул, пытаясь смахнуть мяч с тушки кольца, промахнулся и Маккарти со спины его добавил. Фул Шишка Ускасу это третье командное замечание у армейцев. Лампа возвращается в игру вместо Веремейнка, у которого в пассиве уже три персональных замечания. Берг по-прежнему сам результативный в составе своей команды 12 очков на его счету. Армейцев Лэнгдон выбился в лидеры благодаря вот этой серии попаданий в третьей четверти у него сейчас 14 баллов за результативность Фридзон забивает из-под кольца набирается девятое очко и плюс два у армейцев по полуказу. Ну вот это уже игра Тео начинается. Открылся перед ним широкий коридор с опозданием среагировали большие на большие химов на изменение обстановки и как раз между Бергом и Лампой успел Тео просочиться. И Хряпа коронный блокшот демонстрирует Смодиш убегает быстрый прорыв и забивает столом. Это может стать переломным моментом в этой встрече. С этого ракурса видно, что мяч еще взлетал. Посмотрим здесь чистейший блокшот Виктора Хряпы на мой взгляд. Ну и здесь Фридзон погладил руку мати Смодиша. То есть опять же никаких вопросов судим быть просто не может. 53-46 Впервые армейцы захватили преимущество столь серьезное до этого в первой половине они вели в счете но максимум это преимущество составляло 2 очка причем если я ошибаюсь этот счет был 2-0 в самом начале матча и вот теперь одним махом не только закончили погоню но и вышли на новые рубежи для себя а в этой встрече баскетболисты ЦСКА 53-46 плюс 7 ну и что касается результативности Химок то за 9 минут в третьей четверти забрали они 10 очков впрочем времени остается еще более чем достаточно 2 атаки по идее в концовке третьей 10 минутки должно быть у Химок Берг через руки Хряпы и Патрик Берг срывает третий трехочковый из трех в этом матче 15 на его счету 53-49 армейцы не форсирует пока события Хряпа получает фунт за неправильную постановку за сломер надо полагать да так и есть Гелли Маккарти на концовку причем наверное на атаку выпускает Кистути с Кимзура меняет Банкрашова который в третьей четверти его в нападении получил отпахиваясь от соперника но и может завестись наверное полагает Кистути с Кимзура поэтому более опытным товарищам доверяет эту атаку которая тоже очень важна забьют сейчас химки уйдут с практически равным счетом на последний перерыв между 10 минутками и можно будет помечтать Даггер забивает через руки все того же Виктора Хряпы 3 секунды на ответ Хрёпо не забивает Виктор звучит сирена 53-52 ЦСКА впереди 40 секунд до начала четвертой четверти второго финального матча чемпионата России по баскетболу между ЦСКА и баскетбольным клубом Химки 53-52 ЦСКА захватил лидерство в третьей четверти но подмосковная команда показала что сегодня поле стойкана к ударам судьбы 7 очков преимущества имели армейцы чуть более чем за минуту до окончания третьей четверти до 2-3 очков верка и такера оставили вопрос о победителе в этом матче вопрос о стратегическом лидерстве в концовке этой встречи открытым Батрик такер фридзон берг лампы и макарти на площадке ухимок смодиш хряпа шишка узкос попалукас и холден на паркете у ЦСКА кисточкиндура здесь помогает побыстрее вести мяч в игру такер по-прежнему исполняет роль разыгрывающего отдыхает Антон Банкрашов который прервал во второй половине серию своих промахов такер абсолютно уверен в себе клей такер и сам он в восторге от своих способностей второй подряд трехочковый такер серия разбита была вот этим двухминутным перерывом но он не сбил его с фунталыку 55-53 химки возвращает себе лидерство в этом матче Таджан Лэнгдор на скамейке у судейского столика войдет он в игру в ближайшей паузе хряпа не летит у него сегодня с дальней дистанции Маккарти получает фол по мнению арбитра не успел Келли занять позицию хотя но опять же здесь абсолютно на усмотрение людей в сером они приняли такое решение раньше угрожал броском Виктор Хряпа но опять же не летит у него сегодня и поэтому предпочел за счет дриблинга дойти до трехсекундной зоны откуда в конце концов при прочих равных забить наверное проще приводит площадку в порядок Виктор Хряпа готовится к исполнению штрафных бросков на исходе первой минуты четвертой четверти этого напряженного матча пытаются заколдовать кольцо лампы и берг по очереди какие-то пассы руками они совершают но эта магия пока не сильно против мастерства Виктора Хряпы ну а теперь уже не до взмахов руками мацую лампу ему нужно было ловить Смодиша но и с этой задачей справился мацый здорово Фридзон и забить же Виталию нужно было все здорово он сделал великолепно на скорости ушел от своего оппонента добрался до конца ну а там мяч опять же так по задней дужке попрыгал да и свалился а в руки армейцам Шишкалска скидка в угол на Смодиша и мать я ж точит 58-55 10 очко мать я же Смодиша который напомню почти всю первую половину провел на скамеечке запасных ну не всю конечно но большую ее часть потому как набрал три персональных замечания но вот в нужный момент Смодиш напомнил о том что у него горячая рука 58-55 и вновь сейчас очень важная атака с точки зрения Химок они должны отбиться любой ценой чтобы не позволить сопернику вновь оторваться на расстояние ну как минимум двух подряд попаданий с игры Маккарти отправляется на лаву у него 4 фола вместо него возвращается в игру Антон Панкрашов Маккарти мы еще увидим в концовке Фридзон не спорит Фридзона это третье персональное замечание ну и соответственно три командных фола уже у Химок на старте четвертые 10 минутки Холден против Конкрашова Шишкауско с тому же измучил Фридзона постоянно наводится на своих партнеров Рамунас но Фридзон стоически огибает эти препятствия Холден доводит мяч до Смодиша тот против Берка Ирландец вновь скалой встает на пути к своему кольцу но все-таки не опрыгивает а как-то обтекает буквально своего соперника в воздухе Матиш-Смодиш и забивает этот нужный мяч 60-55 и Кистутис Кимзура вынужден брать второй тайм-аут в второй половине этой встречи на концовку если таковая последует останется у него один-единственный минутный перерыв это Ремесина опять же хранит пока молчание а во второй половине матча фестиваль дальнобойщиков представлен вам режиссером трансляции Дмитрием Беловым и его виртуозами ассистентами виртуозными ассистентами повторных машин вот собственно благодаря им и наблюдаемые за подвигами снайперов а в этой встрече но опять же по сравнению со вчерашним днем ну химчане после трех четвертей насколько я понимаю в принципе на уровне 6 из 15 40% попаданий у ЦСКА было чуть-чуть хуже 4 из 15 вернее хуже значительно 27% но вот смудишь четвертой четверти эту статистику чуть-чуть подправил ну и теперь картинки эмоции этой встречи здесь без комментариев что называется страсти кипят практически в каждом игровом эпизоде и это здорово вот это действительно похоже на финал и можно только порадоваться за всех тех кто нашел время чтобы прийти на эту встречу хотя вы знаете сегодня очень много свободных мест поискаться и СКА даже совершенно неожиданно почему неужели после вчерашнего так расстроились и уже не ждали борьбы сегодня лампы против смодиша 4 секунды это бросок у химок остается мацию пора придумывать и он придумывает бросок с отскоком от щита задел мяч кольцо но вот партнеры мация за подбор побороться не сумели отбились армейцы никуда не торопится Холден понятно что игра сегодня будет не очень результативная в отличии опять же от вчерашнего дня и поэтому торопиться нет смысла Лэнгдон продолжает бомбардировать кольцо соперника его 17 очко и новый максимум армейского преимущества в этой встрече 63-55 вновь лампы бросит мяч вновь 1 на 1 со смодишем он остается под кольцо и полукрюк лампы цели не достигает 1 мацей борется за отскок Патрик Бёрк показывает что он ошибся должен он был там быть в районе трехсекундной зоны открываться под скидку ну и столбить позицию для борьбы Бёрк вместе со своими товарищами выстроился на периметре ждал скидки надеясь поразить цель с дальней дистанции нельзя сбиваться Химком на дальние броски им нужно набирать очки в каждой атаке неважно каким будет их количество пока очень много времени еще на то чтобы отыграться Панкрашов и защитывают арбитры это попадание Антон Панкрашов ну вот перетерпел здесь своего соперника видите ждал он пока ну действительно кто-то заденет его по рукам и лишь потом атаковал и так 63-57 минус 6 Панкрашов бонусный штрафной исполняет Андерсон вместо Смодиша появляется на паркете но это не связано с тем что у Мати же это 4-й фол нет 3 по-прежнему у Словенца опять же приберегает на концовку одного из своих лидеров Этера Миссина по полуказ выйдет на замену в следующей паусе Такер против Шишкаускаса и Андерсон против Берка Атакер приходит на подстраховку Холдена потеряли атакует Джей и борьба за мяч все-таки с арбитре с небольшим опозданием определяет спорный мяч ради того чтобы не накалять страсти чуть-чуть раньше должен был прозвучать свисток потому что ну одновременно смотрите и Андерсон и Наций Лампы схватились за этот мяч в Северной Америке обычно в таких случаях практически сразу как игроки приземляются схватившись за мяч в воздухе одновременно следует свисток по приоритету атаки мяч остается у Химок 5.35 до конца основного времени этой встречи 63.58 ЦСКА впереди нам сейчас абсолютно правильно делает Антон Панкрашок что не мчится он с шашкой на пулеметы Фридзон заходит под кольцо но тут по полуказ попробуй его перебрось чуть-чуть не хватило бёрку чтобы забрать подбор Андерсон спасая этот мяч выронил его из рук и подобрал его с пола Маций Лампы второй шанс в этой атаке получает Химки какая передача Фридзона честно говоря сердце ёкнуло потому что как раз мощная фигура кого-то из армейцев перекрыла направление до передачи и казалось что Фридзон делает пас никуда но нарисовался на другом конце провода Антон Панкрашов правда замкновение до того как он поймал мяч наверняка полотил бы его сверху кто-то из армейцев сыграл ногой 24 секунды на атаку у Химок вновь Панкрашов пытался там помочь ему лампы за слоном но как-то невзрачно первый промах бёрка Фридзон забирает подбор и Хряпа получает персональное замечание потерял равновесие и так приналёк немножко на Фридзона затяжная атака подмосковной команды получается добрую минуту она уже длится по полуказ но он не только партнёрами может руководить но и мальчиками со швабры легко и непринуждённо талантливый человек талантлив во всём но и воспользовавшись этой паузой это Ремесина вместо Траджана Лэндона выпускает на площадку Рамоноса Шишкаускаса стиль игры у Рамоноса более агрессивный и более провоцирующий соперника на получение персональных замечаний нужно вот эту отметку четыре командных преодолеть как раз сейчас баскетболистам ЦСКА но и сами у соперника но и сами они к этой отметке потихонечку подходят третья команда у армейцев четвёртой десяти минутки не дотянулся Виктор Хряпа до мяча ударил Гёрка по рукам но и здесь великолепную скидку на партнёра Мацей Лампой сделал находясь в окружении трёх соперников сохранил голову холодной дотерпел и нашёл партнёра но вот то как раз за что себя корил Бёрк минутами ранее когда вместе со всеми своими маленькими танцевал он джигу на периметре первый штрафной Бёрк реализует 16 очков на его счету и до 4 сокращается преимущество ЦСК два из двух Патрик Бёрк 63-64 с половиной минуты до конца основного времени этого матча под крошок сдерживающий прессинг против Холдена Смодиш вернётся в игру совсем скоро ну а пока пока по полуказ один из его коронных номеров заканчивается промахом из-под кольца Клейтакер посмотрим как сейчас он распорядится мячом Клейтакер уверен в своём броске но вот эта уверенность сейчас не на пользу его команде сыграла было время опять же организовать наступление но спокоен Ким Зура доверяет он Клею Такеру и понимает что имеет тот право на бросок но и в промах из-под дырки на этот раз Шишка Ускас который оторвался от Такера остался тот на заслоне и короткая скидка Панкрашова на лампы перехватывается по полуказ мчится в быстрой прорыв и на этот раз не оставляет шансов Патрику вверху ну и смотрите как Миссина реагировал на успех своего подопечного огонь Вулкан Эдна Везувий Клейтакер второй подряд промах и на этот раз не удается добраться Виталию Фридзону до мяча который предательски для желто-синих ускакал за боковую линию ну и фотограф там едва не пострадал упустил возможность сделать редкий кадр Фридзон падающий первая комбинация ЦСКА давайте смотреть что это сейчас собой представляет два заслона большие ставят для Шишкаускаса такая же комбинация делается для снайперов но вот Шишкаускас он более крутые траектории выхода избирает и выводит на бросок с Модиша 67-60 и последний тайм-аут кистутиса Кимзуры вынужден он в какой-то степени идти ва-банк в эти минуты лишь три их остается до конца четвертой десятиминутки ну и если не сейчас то когда ну и Миссина вновь демонстрирует безграничную веру в своих подопечных в случае какого-то форс-мажорного развития событий в оставшиеся 180 секунд игрового времени у него будут целых три возможности объяснить своим гвардейцам цели и задачи на ближайший момент а вот столкновение этой встречи множество борьбы в этом матче было по-другому и быть не может это финал здесь все для победы никто не жалеет и после таких игр действительно синяки и шишки украшают мужчин ну что же отплясала свой зажигательный танец армейская группа поддержки лампы Маккарти Такер Монтрашов и Бёрк на площадке у Химок Шишкаус Космодиш Хряпа Попа Лукас и Джон Роберт Холден который конечно же здесь будет прессинговать вот уже две секунды как минимум Джон Роберт Холден украл пока там Клэй Такер и Антон Монтрашов передавали мяч практически из рук в руки друг к другу еще нет необходимости форсировать событие но уже все таки нежелательно все 24 секунды на атаку использовать один бросок одна секунда на бросок и лампы не укладывается но вот здесь все таки определяют фол у мати же Смодиша это четвертое командное замечание у армейцев что с одной стороны Смодиш не до терпел но с другой стороны этот фол не пробивной и время сейчас вновь будет запущено для Химок и лететь оно будет стремительно для подмосковной команды Панкрашов забирает мяч из рук партнера будет обострять сам Антон абсолютно правильно он делал он шел под кольцо потому что забить оттуда проще но и армейцы так же грамотно они не стали фалить в конце концов 7 очков преимущество солидное да и 5 тоже одним броском его не отыграешь Панкрашов промахнулся это очень обидно для болельщиков Химок ЦСКА планомерную осаду Чужого кольца выйдет и матишь смутишь пока не ставит крест на надеждах подмосковной команды в этом матче Панкрашов вновь под дырку и на этот раз забивает на бис исполняет свой номер с предыдущей атаки Антон Панкрашов минута 50 до конца пока все по плану Лендон вместо по полукаса выходит надежность надежность и еще раз надежность вот девиз Мессина в последние минуты этой встречи Шишкаускас отправляется в очередное путешествие по трехсекундной зоне Смодиш ну вот то о чем мы говорили Бёрк очень много места в трехсекундной зоне занимает и пробить его прямым броском практически невозможно приходится искать какие-то лазейки уворачиваться ну и в конце концов атакуя из этого дестабилизированного положение смодиш промахнулся из трехсекундной зоны пятая командная у ЦСКА и Калай Такер становится на линию штрафных бросков пять очков преимущество ЦСКА пока еще очень комфортное но если Такер забивает два мяча то вот это уже будет расстояние одного удара с первой частью задачи Клей Такер справляется 67-64 после его попадания во второй попытке и теперь жизненно необходимо химчанам отбиться Мессина по-прежнему хладнокровно не берет тайм-ауты Шишка Ускас до Хряба мяч доходит и Лэндон забивает Траджел Лэндон за одну минуту и девять секунд до окончания никаких эмоций не выражает его лицо это не поединок с Виртусом это не последняя секунда это бросок рядовой каких забил в своей жизни Траджел Лэндон тысячи выигрывает химкий подбор Лапа отправляется под кольцо Хряба валит показывает арбитры что не вступил проход лампы так сказать активную фазу вот здесь был пол вот так еще дриппер лампы не завершил к тому моменту как Хряба свалил на нем это мы два а не два плюс один как хотелось бы гостям конечно же 50 секунд до конца лампы промахивается вот это подарок сопернику в такой момент за 50 секунд когда в общем стратегическое преимущество находится в руках ЦСКА у них две атаки против ой-ой-ой Келли Маккарти но определяет ему персональное замечание даже не буду смотреть повтор все-таки не знаю для красоты игры исключительно для нее родной любимой такие все-таки мячи нужно засчитывать но да ладно в суде обязаны думать по не менее высоких матерей потому что торжество закона тоже то к чему должны стремиться и мы все а в обыденной жизни хватишь сходишь вперед подпор забивает мяч из-под кольца 8 очков преимущество ну что же ЦСКА с огромной долей вероятности выигрывает этот матч второй матч серии получает преимущество 2-0 перед тем как серия переедет в Химки следующий матч в понедельник 26 мая если я не ошибаюсь ну и прямую трансляцию увидите на телеканале спорт огромное спасибо химкам за то что сегодня ослабленные травмами и дисквалификациями они дали настоящий бой и до последних минут этой встречи рассчитывали на победу сражались гвардейцы кистотизакинзуры отважно у ЦСКА возникло много проблем которые преодолевали подопечные Мессины также стиснув зубы и с большим большим трудом но в конце концов опыт исключительно опыт больших побед сказал свое веское слово в концовке но тем не менее 19 секунд если предположить что Шишкауско с оба раза промахнется и химкам удастся секунд в 5 уложить свое дальнее попадание то опять же многое станет интересным но вот здесь Шишкауско снимает уже абсолютно все вопросы 7 очков за 19 секунд не отыгрывается 8,7 разница небольшая он крошов что здесь делать Антону выводить партнеров на бросок отрабатывал уже какие-то ситуации на будущее смотришь едва не обокрал фридзона на дуге Виталий очень выложился за время этого дриблинга но опять же по существу все миром бились сегодня химчане и обратите внимание на реакцию зрителей ничего подобного не было во вчерашней концовке и вот сегодня да болельщики ЦСКА радуются тому что их команда в тяжелой битве вырвала эту победу но опять же гости заслужили сегодня самых добрых слов и спасибо им за то что действительно сегодня мы с вами увидели матч достойный финала одного из сильнейших национальных перенств Европы спасибо что вы попали сегодня побежали наше команду ну и отмениваются баскетболисты обеих команд рукопожатиями в центре площадки только что сражались они бились не жалея ни себя ни соперника ну а после матча все вновь хорошие друзья и знакомые статистика сейчас вот-вот появится на ваших экранах благодаря Траджино Траджино Лэнгдону удалось армейцам подтянуть процент своих попаданий из-за дуги но тем не менее преимущество по подборам химки сумели сохранить ну и в принципе если сумеют они показать такую же активную игру на своей родной площадке в баскетбольном центре Московской области при горячей поддержке подмосковных болельщиков то все еще возможно не уйдут будем надеяться баскетболисты в досрочный отпуск и порадуют нас еще ну как минимум хотелось бы одним матчем ну и на этом все для вас сегодня работали режиссер трансляции Дмитрий Белов редактор Сергей Белокуров и комментатор Роман Скворцов до новых встреч на телеканале спорты помните баскетбол это лучшая игра с мячом счастливо